Пусть войны на семье совсем замынут и никогда не повторятся снова. И в каждом доме будет счастье и уют, и люди не останутся без дома. Героев комиксов Марвела знает каждый российский школьник, а вот героев Великой Отечественной войны узнают с трудом, хотя практически в каждой семье есть прадед-фронтовик. О моем прадедушке мне рассказали, мои родители рассказали, сколько лет ему было, когда началась война. Ему было всего 15 лет. Он пошел на фронт в 1942 году. Был пулеметчиком, был ранен, лежал в госпитале, но оттуда сбежал всего за неделю. У него было очень много медалей, но они, к сожалению, не сохранились на данный момент. Эта выставка – отличный повод для молодого поколения узнать историю семьи, узнать о героях, которыми были их прадеды, рассмотреть пожелтевшие фото родных, когда-то юных и полных сил. И, может быть, прочувствовать ту непростую судьбу, которая выпала на долю тех, кто попал в горнила самой кровопролитной войны в истории человечества. Мой прадед Передиро Петр Маркович. Он родился в Сиреозерном Приморского края. У него было семеро детей, и когда он ушел на фронт, ему было 37 лет. Он погиб при переправе через Непр. Это очень страшно. И везде как-то пылеметы, бомбы, все срывается. Как-то страшненько. Проекту «Живи и помню» уже около 10 лет. Все фотографии из семейного архива. Собрать даже такую коллекцию фронтовиков активистам удалось с трудом. В семьях это все равно живет, и память всегда есть. Если мы говорим о проекте, нам не нужно было детей как-то уговаривать, чтобы они приняли в этом участие. Они с большим удовольствием делали это сами. За годы работы выставка собрала порядка 80 фотографий из разных регионов России. 30 из них принадлежат школьникам разных годов выпуска 62-й школы. В рамках фотопроекта люди не просто присылают фотографии и рассказы о своих дедах и прадедах, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, но и письма с фронта. Вот, например, письмо солдата Володи. Он прислал весточку своей мамашей и папашей, как он нежно называет их в письме. Приглашенный ветеран Юрий Федорович Скрипник, освобождавший Литву, Чехословакию и Белоруссию, участник операции «Багратион» праздник оценил на отлично. Праздник для нас, как песни правильно определенного, со слезами на глазах. Все время вспоминаешь, особенно нам, кто прошел войну. Конечно, вспоминается и сразу грустно становится, потому как вспоминаешь потерянных друзей. Дело в том, что, во-первых, собирают, так не видишься. А здесь в этот день все встречаются, все поговорить, обсудить. Ну, так же отвлечься немножко. День полежи! День полежи! Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.